Какие из этих явлений вы считаете на сто процентов существующими реально? Большой взрыв, реликтовое излучение, темная энергия, темная материя, коротовые норы, черные дыры, как искривленное пространство, доминируют в макромире и микромире силы притяжения, а не приталкивания-отталкивания. Дискретность гравитационного поля и гравитон, кварглионное строение протона, струны-суперструнные мембраны, геометрия Лобачевского, бозон Хиггса. Просто по пунктам, пожалуйста, поделитесь, где считаете сто процентов реальное пройдиво, а где нереально ложь. Вот список очень интересный, давайте займемся. Вон первый большой взрыв существует ли реально. Это полностью невозможное физическое действие, большого взрыва не было. Теория притянута за уши, этого не было. Не было по простым причинам, что в силовой Вселенной, ну вот как если мы смотрим, как наш мир, по волшебным законам или по физическим, ну вот по физическим, да, значит силовые взаимодействия. Вот силовые взаимодействия в результате Большого взрыва, ну мы не получаем ту Вселенную, которая бы образовалась сейчас. Единственный возможный теоретический вариант, это если мы имеем пространство бесконечно во все стороны, неискончаемое, с одними свойствами во всех направлениях. И это пространство равномерно на макроуровне заполнено материей. Что имеется в виду равномерно? То, что есть какие-то зоны пустые, есть насыщенные, но в общем смысле, в общей форме, в общем принципе, это все, скажем так, в кавычках повторяется. Будут встречаться разряженные области, будут заполненные, будут чем-то похожие друг на друга, но это будет одна большая закономерность, распространяющаяся на все пространство. И в любом уголке пространства, как бы далеко мы не залетели, мы будем видеть то же самое обилие химических элементов, природных явлений в определенных рамках, что и в другом месте нашей необъятной Вселенной. Это как бы стабильно, и это никаким образом не могло произойти в результате Большого Взрыва. Кроме того, Большой Взрыв это невозможно с точки зрения физики явление, потому что, согласно теории Большого Взрыва, у нас появляется пространство, а пространство появиться не может, оно у нас уже есть, то есть зародиться пространство не может. И это в плане одной большой безграмотности транслируется, как зарождение пространства, через средства массовой информации и ее околонаучные источники. Отдельно материя сама, можно было бы допускать такую версию, что взорвалась материя, разлетается по пространству, скажем, если мы допускаем, что пространство не заражалось, а только вот материя зародилась и сплеснулась. Это тоже, пункт первый, не соответствует наблюдаемой Вселенной нашей, ну, второй, ну, это технически невозможно, вся их концепция сопровождается волшебными такими тезисами, а вот здесь сил не было, вот здесь они появились, вот здесь вот то-то, то-то, а потом оно появилось. Ну, постоянно такой фокус, не физический, не имеющий какой-то силовой природы, они декларируют горе-теоретики и выдают. То есть, где-то в сухом остатке теории большого взрыва точно не было, мы не родились в результате большого взрыва. Это меняет в значительной мере смысл жизни для людей, потому что теория большого взрыва как бы интеллектуала должна сделать фаталистом. Раз мы родились в результате большого взрыва, то потом мы все уйдем в ничто, погибнем, и будет опять большой взрыв, поэтому суетиться как-то чего-то в этой жизни, это бессмысленно, все это уйдет в прах. На самом деле не так. Мир существовал вечно и будет существовать вечно. Вот он будет меняться, процессы происходить, но вот этого большого пука не было и не будет. Такая ситуация по большому взрыву. Реликтовое излучение. В той трактовке, как заявляют современные космологи, что из прошлого к нам пролетели результаты физической деятельности излучения, и по этим результатам мы можем судить о вселенских процессах. В прошлом это точно. 100% несостоятельно. Такого нет. Это любые процессы, это современные процессы, вялотекущие процессы. Все современные излучения связаны с существованием Вселенной. Материя перерождается. У нас есть вещество, частицы поля, и в рамках общей физики у нас одна материя переходит в другую, меняется вид материи, состояние материи. Излучение, в том числе то, что можно назвать реликтовым излучением, могут являться только частью этого процесса. То есть два пункта рассмотрели. Первый пункт, точно большой взрыв невозможен, второй реликтовое излучение невозможно в той трактовке, которую дает современная космология. А излучения сами по себе могут, но никакого отношения к реликтовости они не имеют. Мы приводили, кстати, по реликтовости пример, если бы звуки динозавров реликтовые долетали бы до нас, это было бы нелогично, понимая физику процесса. То же самое с реликтовым излучением. Это невозможно с технической точки зрения. Тем более, если вот так вот наша материя не разлеталась, то даже пришедший из далеких уголков Вселенной какое-то излучение не будет отношения иметь к какой-то реликтовости. Дальше пункт, темная энергия, темная материя. Темная энергия, темная материя – это полностью невозможные сущности, фантастические, придуманные современными горе-теоретиками для того, чтобы как-то обосновать свои теории. Вот он придумал теорию, а она в нем математически не сходится, не натягивается на глобус. Вот он сочиняет сущности, которые помогают ему оправдать. Так вот, темная энергия, темная материя помогают горе-теоретикам как бы математически оправдывать свою несостоятельную модель Вселенной. Вот то, что они придумали о внешнем мире, оно у них никак не сходится, вот они городят две этих сущностей. Это две безграмотности. Дальше, крытовые норы, крытовые норы. Уголки пространства, где происходят искривлятельные процессы, максимально до такой степени, что позволяют. Ну, короче, основной принцип, если нет искривления пространства, то нет и всех объектов, неважно, крытовые ли это норы, или не крытовые. Это полностью выдуманный объект, который невозможно не существует в природе. Пункт первый, если нету пространства свойства, которое позволяет чему-то гнуться, значит, нет объекта, который гнет это пространство, и время, и так далее. Вот, чёрные дыры, как искривлённое пространство, то же самое, как и крытовые норы. Ни одно, ни второе невозможно. Пространство не гнётся, погнуть нечем. Объекты, придуманные для его изгибания, это просто, ну, безграмотность. Сказочка такая, наивная, или рассчитанная на иного дурачка, который будет верить в эту чушь. Когда вы просто берёте любого физика, астрофизика, ты-ка, ты носом расскажи нам, дружок, как у тебя гнётся пространство, и что там гнётся. Он начнёт лопотать, сочнять всякую чушь, ёрзать, придумывать, но он вам не скажет ничего конкретного. Он может выдумать, у пространства тут гнётся геодезическое. Это вот они недавно там начали носиться с этой глупой идеей. У пространства не может гнуться геодезическая линия, потому что геодезическая линия это объект, придуманный млекопитающим. Пространство не состоит из геодезических линий. Геодезическая линия это кривая линия на глобусе или на мячике, неважно на что. И вот чудо придумало, вот геодезическая линия, вот гнётся она у пространства. Пространству по барабану гнёте вы там какие-то объекты, свои субъективные, мурашами придуманные или не гнете, свойства пространства от этого не меняют. Если вот клоун придумал линию и гнет ее в пространстве, вот пространству поровну клоун ее гнет или академик ее гнет, неважно, они оба клоуны, потому что у пространства нету свойств, которые можно погнуть. А объекты придуманные, абстрактные или не придуманные, вы можете гнуть в пространстве сколько угодно. Вот вы гнете палку в пространстве, пространство от этого не изменяется. Любая геодезическая погнутая в пространстве, она ничего с пространством не делает. Поэтому это сказка для наивных дурачков. Если вам в голову запихали, делайте выводы и больше никогда не верьте в эти. В эти безграмотные вещи. Доминируют в микромире и макромире сила притяжения, а не приталкивание, отталкивание. Ситуация такая. Вот можно играться в пределы применимости теории. А вот здесь вот притягивает, вот здесь вот отталкивает, вот здесь вот там так-то, здесь вот так-то. А почему так-то? Да это не важно, но он вот так. Смысл в чем? Если наш мир не волшебный, не сказочный, если наш мир реальный, а это так и есть, то все взаимодействия в этом мире, они тоже не волшебны, они носят силовой характер. И это значит то, что между любыми двумя телами есть силовое взаимодействие. И между любыми двумя частицами есть силовое взаимодействие. По-другому никак. Вот в нашей Вселенной между любыми двумя частицами есть силовое взаимодействие. Есть уровни этого силового взаимодействия. Вот. И там у вас можно теоретически варианты. Но вы все эти варианты отсекаете и остается у вас один. Потому что все варианты отсекаются по невозможности. Вот если вы... У вас конечная картинка должна получиться, тот мир, в котором мы живем, да? Яблочко должно на землю там упасть, столик не должен разваливаться и так далее. Вот все должно быть таким. Ядерная реакция должна проходить, излучение, все вот это вот должно впитываться в общую картину. И в силовом балансе там только один вариант остается, что это приталкивание, это не притяжение. Если бы мир был построен на притяжении, то все бы притянулось и обвалилось в одну точку. И не было бы никакой возможности это подровнять. Вот фундаментальная сила у вас должна быть. Если у вас нет фундаментальных сил в природе, то вы такой наивный дурачок, вы живете в воображаемом мире. А если есть силы фундаментальные, да, вы должны показать нам. Это силы притяжения или это силы отталкивания и приталкивания в комплексе, да? Вот вы должны показать. Вот как вы только это обозначаете, да? У вас меняются расчеты, у вас меняются взаимодействия, у вас меняется силовая картина. Вот когда вы считаете, 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 она либо восходится к реальному миру, либо вам надо городить. А вот темная энергия нам нужна, чтобы эта вселенная держалась. Ладно, вот вам энергия. А вот нам еще для нашей вселенной нужна темная материя. Вот вам еще темная материя. А вот нас через неделю выяснилось, что нам еще бозоны нужны. Нам нужно там то-то, нам нужно все-то. А на один хрен не держится эта вселенная на вашем долбанном притяжении. Она у вас должна только обвалиться, она физически невозможна. У вас Луна вокруг Земли не может обращаться на притяжении. У вас Земля вокруг Солнца не может. У вас ни один объект вселенной не может существовать в рамках концепции вашей придуманной. Поэтому притяжение как чисто по Ньютону невозможно. Возможно только приталкивание. Приталкивание представляет собой только одну возможность. Все тела во Вселенной, все частицы во Вселенной фундаментально на начальном силовом уровне расталкиваются, заполняют всю Вселенную, создают какую-то некую плотность во Вселенной. И в результате уже, когда силы сбалансированы, мы видим вот эти процессы, что некоторые частицы могут бесконечно по Вселенной идти в любом направлении. Другие частицы собираются в вещественную материю. Тела, состоящие из вещественной материи, могут расталкиваться на макроуровне, сделать такую взвесь галактик на макроуровне. А на простом, на приземленном уровне они могут сближаться, типа яблоко падает на Землю, это приталкивание. Получено на фундаментальной силе первичного отталкивания, просто комплексное взаимодействие дает нам приталкивание. И падение яблока на Землю, и на Луну, и на Сатурн, и на любой физический объект, это все приталкивание. И подробно, шаг за шагом, математически мы это описали и доказали. Это полностью строго математически доказано, а спорить это никто не сможет. Это бронебойная информация. Куча математиков уже об это свои зубы тупили и не раступили. А провернуть это невозможно. Это строгий научный факт, который доказан, подтверждается всеми возможными экспериментами, всеми наблюдаемыми явлениями. Вы видите, Луна на небе, да? Это может быть только на приталкивание. На притяжении невозможно. Овал, вы видите, поверхность Земли, это может быть только на приталкивание. На притяжении она бы уже схлопнулась, и мы бы в нее схлопнулись, это была бы точка. Это бы точка уже упала в Солнце, а Солнце упало в галактику, а в галактике в другие галактики, это все бы обвалилось. Мы же этого не наблюдаем, значит, это не прямое притяжение. Это приталкивание, это факт. Это вещь известная еще во времена Ломоносова. Ломоносов стоял на этой точке зрения и высмеивал всяких там ньютонов и так далее. Письмо Леонарду Эллиру читайте. Далее. Пункт 7. Дискретность гравитационного поля и гравитон. То есть, дискретно ли поле и есть ли гравитоны. Смысл в чем? Гравитационное взаимодействие не могут быть обеспечены никакими частицами. У нас фундаментально должно быть основное взаимодействие во Вселенной. Так вот, это не электромагнитное, это не ядерное, это именно гравитационное. Это противоречит современным справочникам, но это научный факт. Самое главное взаимодействие это первичное гравитационное взаимодействие. Оно фундаментально более мощное, более сильное, чем все остальные взаимодействия. Все остальные это вторичные эффекты на базовом гравитационном поле. Так вот, это гравитационное взаимодействие нам обеспечивает полностью все законы Вселенной, все взаимодействия, все видимые эффекты. И обеспечено это полями. С полями у ряда людей возникает проблема, потому что по научным данным поле, любое поле, это непрерывный объект. Показатели его меняются. Поле имеет определенный градиент. Вот поле каждого отдельно взятого объекта. Оно на периферии более ослаблено. Приближение к центру оно более интенсивно, выразимся так. Но нигде на своем протяжении оно не прерывается. Не заканчивается и не прерывается. То есть поле от любой, даже очень маленькой точки, от любого маленького шарика, частички, от ядрышка, оно распространяется в стороны, бесконечно, долго. Оно ослабляется, теряет, уходит, стремится к нулю, но не исчезает. Это основной принцип взаимодействия в нашей Вселенной. И это поле недискретно. Вы можете это понимать, не понимать, верить в это, соглашаться. В это, в принципе, не надо верить. Это научный факт. Поле есть, и оно не прерывалось. Потому что, если бы оно прерывалось, мы бы наблюдали соответствующие эффекты. такие, да? Магнит, шарик, да, вот здесь вот он действовал, потом резкая хлопащ, и все, и не магнитится. Нет. Он не... Вам надо удалять, 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 чтобы уменьшалась сила. Она уменьшается, уменьшается. Вот такого резкого хлопа, силы пропали вот здесь. Шарик уже не магнитится, на сантиметре от магнита. Такого нет. И это касается всех эффектов. Поэтому о какой-то дискретности, о какой-то дискретности, это прерывистость. Вот о какой-то прерывистости, что оно порвалось, оторвалось, и все, его дальше нет. Мы не можем говорить, потому что в природе это не наблюдается. Это отсутствует. Это не то, что не наблюдается, это отсутствует. Потому что вы можете брать и проводить эксперименты, да? И вы знаете, как меняется поле, да? Вы знаете, что вот он график, единица на r квадрат у вас чем ближе тем поле растет очень сильно и стримая растет чем дальше она ослабляется стремится к нулю но не исчезает это это природа это наш мир окружающий это все эксперименты как ведет себя поля вы можете тупить отрицать поля никакого нет это все ерунда но если нет поля тогда вы должны просто взять поднести шарик к магнитику да и не заметить ничего никаких взаимодействий вас если поля не да у вас магнит не должен магнититься шарик не должен магнититься магнитом притягиваться магнит не должен если нет поля если вы экспериментально убедились что да вот железный шарик вот магнит все у нас есть на наблюдаемое явление то все вам надо либо с этим смириться признать либо тупить дальше если вы тупите дальше видите да что вот магнит и шарик говорите нет поля нет это все ерунда это не поле поля нет то вы неадекватный вы не находитесь в сознании у вас проблемы с мышлением вам не надо заниматься мыслительная деятельность вам надо он заняться там скапыванием чего-то и так далее подметанием но менять род деятельности не засоряйте эфир это то что касается поля теперь гравитон гравитон эта частица это попытка вот это поле наша до заменить на частицы это попытка не срабатывать мы потратили нормальную кучу время и я сняли фильм называется эфир на нашем канале есть где подробно шаг за шагом все про это описано и сказано показано подробнейшим образом человек обладающий логическим мышлением однажды внимательно посмотрев этот фильм но больше никаких вопросов по гравитонам нет он знает что гравитонов никаких не существует это технически невозможно сама невозможность но совсем простыми словами объясняется так что невозможно стреляющей дробью обеспечить взаимодействие всех физических процессов в природе потому что мы получаем завал вселенной своими гравитонами кирпичами без волшебства это обеспечить невозможно в рамках нашей геометрии это обеспечить невозможно либо мы получаем такую заваленную бетонную стену где рукой пошевелить не можем да либо мы вынуждены отказаться от частицы гравитонов никаких гравитонов нет самодействия передаются посредством не вещественных но материальных полей о том как вещество и материя как более общее понятие частицы как это все поле как это все разделяется у нас тоже есть отдельный фильм называется дискретность где-то показано пункт 8 кварк глионное строение фотона тут смысл такой вот есть теоретически возможны варианты все как работает все в нашем мире есть есть гипотезы так сейчас вот открыл кварк глионная плазма кварк глионное строение но смысл в чем если мы исходим из-за силовой картины мира то у нас в нашем мире волшебство никакое невозможно все процессы имеют только силовой характер вот любые две частицы большие маленькие неважно какие далеко удаленная близко удаленная они имеют силовую связь когда мы их приближаем друг другу да или они сами приблизили силу каких-то обстоятельств то силовая связь у нас в рамках того же самого графика единицы на р квадрат при приближении возросла на эти две частицы также влияют поля от остальных объектов во вселенной то есть они в общем силовом контуре и у них такое частное силовое взаимодействие это силовая картина вот как-то ее изменить как-то и разнообразить невозможно вы как-то влиять на эту картину можете только наличием дополнительных частиц или дополнительных масс которые опять же набираются посредством частиц да как-то изменить эту картину не может то есть у вас возможно только планетарная система простая из двух частиц сложная из тысячи частиц но это планетарная система которая по строгим принципам действует допуская что там хаотичные плазменные какие-то процессы могут происходить вы можете это называть как угодно но принцип только один обычная планетарная система большей сложности или меньше иное невозможно это касается протона это касается электрон это чего угодно касается фартона касается всего это обычная планетарная система той или иной сложности вариантов других нет поэтому уход от обычной планетарной модели в сторону какой-то там замутной плазмы основания никаких нет это тоже выдуманная не соответствующая реальности теория струны супер струны мембраны что такое струна зачем они взялись это модная теория были какое-то время модные на самом деле это просто отстой без грамоты никаких струн нет теории эти опираются на идею передачи взаимодействия не по прямой в нашей природе здесь силы векторная величина по определению векторная вот не это носил у нас в рамка физики невозможно ну вот люди выдумали передачу силы не векторную это не имеет под собой никакой картины потому что если и все медусиловое потому что если для того чтобы обеспечить эту струну хотя бы представьте что у вас взаимодействие между двумя частицами происходит не через поле до прямым воздействием векторно как совокупность там частных векторов и так далее до их состоящие из нескольких объектов а по струне вам эту струну обеспечить вам на каждую вот эту загигулину вашей струны надо обеспечить силовое взаимодействие родить фантастические сущности которые бы канал для передачи силового вектора вам обеспечили у вас нет принципе ничего не меняется от того что вы придумали вы на придумывали фантастические сущности которые не соответствуют реальной картине мира дальше создавая одну струну вы вот есть у вас дискретная бомбардировка объектов когда вы придумали гравитоны а струна это еще более глупая нелепая вещь просто натяните ниток по комнате и попробуйте в ней перемещаться или протащить еще одну нитку через это все это путаница бессмысленность это не первое не соответствует реально картине мира да это невозможно обеспечить чисто технически никакие взаимодействия в природе это возможно вот есть вот такой дурачок до который сосредоточиться не может а пусть это струнами передается и вы дальше не можете просчитать что вы уже даже просто вот это вот перечленение не можете обеспечить дать без потери что вы разрезали эту струну другой струной и оборвали взаимодействие что вы не можете сосредоточиться и скачете с этими струнами как к реальной физике это отношение не имеет это имеет отношение к сказкам или легендам для людей не способных сосредоточиться которые просто это не могут технически просчитать что ваша модель мира мира она слабоумная для слабоумных транслируемая может быть слабоумного может быть изощренным таким тунеядцем который придумывает бред для корма бедняжек далее десятый пункт геометрия лобачевского туда же минковского и всех этих вот товарищей которые это невозможно геометрия это в принципе не геометрия это не наука вот все кривые геометрии формально они не являются геометрии потому что они не являются научным продуктом вот любое лопатание вот надывание пузыри это не является биологией да вот человек сидит там пузыри надывает это не является биологии потому что это не научный продукт так вот и искривление не искривляемых объектов такое лопатание это тоже не является научным продуктом, она не построена в рамках научного метода, она построена на фальсификации предметов счета, то есть если вы берете прямую, а потом заменяете ее кривой, значит вы идиот, который не способен сосредоточиться, либо злостный фальсификатор, который намеренно произвел подмену прямого объекта на кривой, то есть это либо жулик, либо идиот, так вот геометрия Лобачевского это либо жульнический, либо идиотский продукт, вероятность нормальная, что это просто идиотский продукт, потому что этого Лобачевского высмеивали при жизни, считали идиотом современной математики, потом парнем просто забыли про этого дурачка, и вот эти вот всякие академики Арнольды, всякие вот эти вот жулики начали вытягивать это чучело его из прошлого, чтобы как-то перевести в релевантную теорию Эйнштейна, слабоумную, то есть это притянутая за уши безграмотная теория для подтверждения как бы для создания вида состоятельности другой безграмотности теории, ну это чушь, и первый пункт, и второй, и исходный вопрос вы считаете существующими реально. Геометрия Лобачевского, как сказка, она существующая, существует реально, как природное явление, оно полностью отсутствует везде, и вблизи нашей Вселенной, и на окраинах, вдали там где-то в наших Вселенной, на удалении по нашей Вселенной, окраин у него нет, конечно. Но геометрия Лобачевского это просто лютый бред, как геометрия Менковского и всех остальных идиотов, псевдоматематиков, с которыми сейчас носятся, ребята. Дальше, бозон Хиггса, бозон Хиггса, ну что там у нас под бозон Хиггса, это у нас одна из частей стандартной модели объясняет наличие инертной массы. Вот смысл в чём, ну однозначно это бред, это слабоумие, вот с помощью дискретной частицы невозможно передать взаимодействие и невозможно обеспечить никакую там массу, вообще ничего обеспечить невозможно. В нашей Вселенной посредством дискретной частицы невозможно передавать фундаментальные взаимодействия, в том числе наличие инертной массы. Невозможно, заливая Вселенную бетоном, превращая бетону в один монолит, что-то обеспечить. Но есть люди, которые не могут сосредоточиться, не могут просчитать последствия. Мальчик едет в стену на велосипеде, наблюдатель не может просчитать какой-то, что мальчик сейчас в неё либо врежется, либо затормози. Вот он последствий не может. Он увидит, что мальчик едет на велосипеде, а будет стена, не будет, он не может. Вот такие люди есть в природе. Они дурачки. Так вот эти дурачки тоже сочиняют теории и зомбируют, привлекают других дурачков, которые через пять лет он изучит или не изучит, поймёт, не поймёт, что ему предложили. Да ему по барабану он просто схавал и пользуется. Так вот эта вот группа дурачков верует, что частицами можно обеспечить какое-то фундаментальное взаимодействие. Ну и фанатики бозонов – это вот такие же бедняжки интеллектуальные. Бозоном дискретной частицей обеспечить ничего невозможно. Итогу. Вот 11 пунктов. Просто по пунктам, пожалуйста, поделитесь, где считаете 100% реально и правдиво, а где нереально – ложь. Ну, мы всё посмотрели. Да, большой взрыв – ложь, энергия – ложь, тёмная материя – ложь, кротовые дыры – ложь, чёрные дыры – ложь, прямое притяжение – ложь, дискретность гравитационного опора – гравитон – ложь, строение протона – не силовое – ложь, суперструны – струны – ложь, геометрия Лобачевского – ложь, бозон Хиггса – ложь. То есть это не полный список бреда, которые транслируют, там, товарищи современные типа физики – это то, чем засорили голову. Представьте, списки прям, список бреда, которым засорили голову. Вот не один вам какой-то бред, он прям портянка – бред, как вы читаете – это всё бред. Сколько времени вот нашему человеку требуется, чтобы вот этот бред впитать в себя, да, просто ознакомиться. Это воровство. Это вот когда вы у человека там украли год жизни, да, на изучении вот этого. Ну, вы всё равно, что так, ну, 70 лет, 70 человек у вас потратили. Это вы одного человека просто взяли, стёрли, уничтожили. Вся его жизнь ушла на… каждого 70-го человека, вся его жизнь ушла на бред. Вы высасали, как через соломинку, жизни людей высасываете. Каждого 70-го. Это самое разрушительное воздействие на наш интеллектуальный мир. Завели людей в тупик. Вот они стоят в углу такой и не знают, как дальше идти. Он стал, ничего не видит и варится в этом. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Подключайтесь, распространяйте нашу информацию. Цивилизация в опасности. Дебилы нас побеждают, побеждают наших детей. С этим надо что-то делать. Хоть что-то делайте, хоть как-то подключайтесь, хоть как-то помогайте. Мы единственный на планете очаг сопротивления вот этому бреду. Достоверной полностью информации, ее в круговую нет. Она всегда с чем-то разбавлена. Они пусть пять пунктов из списка из этого отрицают, а остальные они тупо верят. У них там дискретность поля и пошло-поехало. Абстрактное пространство, что угодно сочиняют. Вот так, чтобы за все время, вот за эти много лет, которые мы занимаемся анализом наукоемкой информации в интернете, вот борцов со лжел наукой, которые полностью стоят на честных позициях, которые по всем пунктам адекватные представления имеют. Нам не довелось встретить. У всех обязательно какой-то сор в голове. Что-то не так. Все обязательно допускают какие-то ошибки. Полностью достоверный контент только у нас на нашем канале, только научный трибунал, только наша информация. Больше вы достоверного контента абсолютно достоверного нигде не встретите. Везде какой-то деготь в этой бочке меда есть. Везде добавлены какашки. Будьте осторожны с поглощением информации. Научный трибунал, подписывайтесь на наш канал, как-то помогайте, участвуйте, разносите нашу информацию. С вами был Виктор Катющик. Поддерживайте нас, не теряйтесь, смотрите наши фильмы, разносите их по интернету. Спасибо. Спасибо.